Друзья, всем доброго дня! С вами Ирина Исмогилова. И сегодня меня не будет в кадре, так как сегодня будний день. Я прошла с работы, немножко устала, такая потрепанная, измученная. Поэтому показываться вам не буду, чтобы вас не пугать. Но прежде чем ехать домой, я зашла в магазин FixPrice, так как рядышком оказалась. И, как вы видите, накупила целый пакет огромный всего-всего разных штучек. И быстрее хочу с вами этим поделиться, потому что я подозреваю, что сейчас у меня дети все это растащат по углам. И я уже ничего не соберу. Поэтому прямо сейчас сажусь снимать видео и сразу вам все покажу. Давайте вот так вот пакет спущу и буду отсюда брать. Буду брать наугад и, соответственно, сразу вам показываю. То есть не буду никак делить на категории. И первое, что я вам хочу показать, это ватные диски, обычно ватные диски. Единственное, что я в последнее время стала обращать внимание на то, не знаю сейчас, насколько будет видно, чтобы они были прошиты обязательно. Потому что у меня есть специальный контейнер, куда я их ставлю. И, соответственно, когда из этого контейнера их вытаскиваешь, если они не прошиты, то они делятся. То есть один диск, получается, как бы разрывается на несколько таких пластиночек. И очень неудобно его оттуда брать. Поэтому в последнее время я беру именно такие ватные диски. И вот нашла такие фикс-прайсы. И, соответственно, купила здесь 140 штук. И фирма это что-то Котто Софт Кэр. Наверное, так. Дальше. Дальше я прикупила себе контейнер. Контейнер для косметики. Вот такой. Он у меня уже был. Вернее, нет. Немножко я вру. У меня был немножко другой. И он у меня, кстати, почему-то вот эта донышка на одном из... Ну, вот этих вот штучек. Как бы вам правильно объяснить не могу. Объяснить. То есть у меня донышко отлетело вот в одном месте. Я его выкинула. И вот сейчас приобрела другой. Очень люблю всевозможные вот такие акриловые прозрачные контейнеры. Безумно они мне нравятся. И вот появился новый вид. И, конечно же, я его приобрела. Но, кстати, контейнер это не последний. Я сейчас вам покажу такую новинку, от которой я просто осталась без ума. Я купила на Алиэкспресс. Вот такой вот большой. Это было 11 ноября. Была большая скидочка. Я купила вот такой контейнер большой. И не поверите, я сегодня фикс-прайс нашла точно такой же, но маленький. И поэтому купила сразу три штучки. Не знаю, что я с ними буду делать. Не знаю, что туда буду складывать. Но вот такой вот контейнер. Посмотрите. Он практически идентичный. Давайте мы с вами, наверное, попробуем посмотреть по размеру. То есть, вот я прикладываю. Ну, получается, не сильно он меньше. Вот так вот, да? И по толщине он даже выше одного яруса. Единственное, что это сплошной контейнер идет. А здесь он идет вот такими отдельными ярусами. Так, сейчас поставлю камеру. И продолжу. Так, значит, вот такой контейнер. Он у меня здесь закрытый. Да, наверное, будет сложно сейчас это оторвать, открыть. Ну, в общем, по той же схеме работает. То есть, он просто открывается, отодвигается. И я таких прикупила аж целых три штуки. Стоил он, кстати, 99 рублей. Сейчас я вам все их, извините за шуршание, кстати, вам все их достану. Вот он у меня, второй. И вот он у меня, третий. И посмотрите, вот таким образом он соберется. Единственное, что я сразу понимаю, что он не будет так держаться. То есть, если это сплошной, то, соответственно, эти все разные. И для того, чтобы они друг на друге ровненько стояли, наверное, мне придется их склеить между собой. Но если так в целом посмотреть, то... Угу, посмотрите, да. То ли я где-то задела, то ли я такую же купила. Но вот здесь вот царапина. Ну, не суть, по-моему, важно. Это, в принципе, незаметно. Не сильно я огорчаюсь по таким мелочам. В общем, он получается даже выше органайзера с Алиэкспресс. И у него вот эти вот сами шкафчики, ящички тоже шире, чем у данного органайзера. Ну, я думаю, он просто украсит мой стол, очередной органайзер. И вот, кстати, что я хотела сказать. Именно к нему наверх я купила вот такой. Я вот в таком виде его хочу собрать. И он будет украшением моего стола. Так, давайте вот сюда, в этот уголочек, я его поставлю. Так, идем дальше. Дальше мне попадается лампочка. Стоила она, по-моему, порядка то ли 12, то ли 15 рублей на 95 ватт. Лампочки я вот в последнее время ищу. Почему-то какие-то мне не очень качественные попадаются. Не фикс-пресс, а вообще в принципе. Мне нужны лампочки в комнату поярче, для того, чтобы можно было без проблем видео снимать в вечернее время. Вот, взяла одну для того, чтобы попробовать. Пока ничего по ней сказать не могу. Как только попробую, возможно, допишу свой отзыв. Так, идем дальше. Вот то, что я купила для сына. Ну, без подарков для сына никак не обойтись. Он меня ждет каждый день с работы. Поэтому, если уж я зашла в фикс-пресс, то, конечно же, что-то ему прикуплю. И в этот раз это оказался вот такой фонарик проекционный. Как я понимаю, что здесь либо уже есть, либо, возможно, вставляется батарейка. И вставляются вот такие вот... Тоже, наверное, из оргстекла какого-то. Либо просто пластмасска. То есть такие вот крышечки вставляются сюда. И, в зависимости от этого, определенный рисунок. Очень интересно. Он мне, в принципе, фонарики любит. Он у меня мальчик. Вообще, вот-то прям просто тащится по всему такому мужскому. Инструменты что-то там ремонтирует обычно, сидит. Поэтому, я думаю, очередной фонарик приведет его в восторг. Так. Дальше тоже из такой домашняя такая покупочка. Именно хозяйственная, да, как лампочка. Это вот такой вот... Я называю это тройник. Я не знаю, почему-то я привыкла называть их тройниками. Но это адаптер электрический. То есть правильное название вот такое. Стоил он также 50 рублей. Опять-таки, как вы видите, он в упаковочке. Ничего по поводу него сказать не могу. Буду использовать. Буду смотреть, как он себя поведет. Кстати, на всякий случай извинюсь за, возможно, какие-то крики, возгласы. На главном плане у меня дети играют в соседней комнате. Никак не могу их угомонить. Так. Обязательным атрибутом фикс-прайса являются вот такие сухарики. Я их всегда беру. Они стоят 8 с копейками. Взяла в этот раз два вкуса. Это жареное мясо, лук и ветчина и сыр. 8 рублей и просто так, либо в дороге даже где-то поживать, либо просто у меня детишки тоже иногда хрумкают их. Ну, то есть без них я обычно как-то не ухожу из магазина. Дальше, 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 дальше не получается у меня вытащить. Секундочку, пожалуйста. Я пополняю свои запасы вот такими вот бархатными плечиками. У меня их уже много. Но как-то не получается у меня полностью всю одежду перевесить на них. То есть попадается, что что-то нужно новое вешать. А плечиков не хватает. Поэтому, ну, каждый раз стараюсь все-таки по 3 штучки приносить домой. Потому что я безумно ими довольна. Их вообще, в принципе, бывает 2, вернее даже 3 вида. Один вид с таким красивым узором в середине. Я по ним просто балдею. Но вот их сейчас в последнее время почему-то нет. Дальше вот этот вид. И еще появился другой вид, где там всего одна вешалка продается. Такими пошире плечики вот здесь, да. Видимо, для каких-то вещей, которые нужно хранить соответствующе. Ну, вот мне этот вариант вполне устраивает. Тоже 50 рублей. По-моему, 50. Да, вот написано. 55 рублей. Здесь 3 штучки. Ничего не падает с них. Очень удобно. Вам советую. Если вы еще не пробовали и не брали, то обязательно просмотритесь. Потому что я, ну, я просто вообще стараюсь всю-всю-всю одежду потихонечку перевешивать на них. Дальше. Для, вернее, из-за таких косметических товаров я приобрела вот такую точилку. Первый раз вижу точилку в фикс прайсе. Решила взять попробовать. Помимо этого у меня дочка постоянно теряет мою. Вот я решила ей заказать. Ой, заказать. Не заказать, купить. Купить для того, чтобы попробовать заодно. Ну, и, соответственно, чтобы мои точилки лежали всегда на месте. Здесь, как обычно в любой точилке, два вида отверстия. То есть для тонких кардашей, ну, и для более толстых. Стоимость, как вы видите, тоже 55 рублей. Вот такая точилочка. Так, дальше. Дальше у меня будет украшение. Украшение для дома. Я купила вот такие большие. Они даже в кадре не помещаются. Посмотрите. Как бы вам это все показать. Не знаю, получится, не получится. В общем, это... Сейчас посмотрим. Это декорация новогодняя на стену. Называется она, конечно, декорация новогодняя на стену, но очень большой размер. Я не знаю, наверное, сантиметров 25 точно, да? Если вот его так посмотреть. Сейчас попробую вот подальше поставить. Ну, большая, большая она. Здесь имеется веревочка, куда можно это все повесить. Но купила я данные украшения не на стену, а хочу их повесить на потолок. Как большие игрушки. Хочу повесить на потолок, и чтобы они висели на потолке. То есть таким образом украсить свою комнату на Новый год. Их было, по-моему, три или четыре вида. Вот первый вот такой вот подарочек. Взяла его в красном цвете. Дальше вот такая вот игрушка. Попробую сейчас подальше. Извините, если отплеск вам мешает, но распаковывать не буду. Сейчас все посыпется. Поэтому уж просите, пожалуйста, покажу вам именно в таком виде. Значит, вот такая вот новогодняя игрушка. Следующий и безумно красивый. Это вот такой вот снеговичок. Посмотрите, какая прелесть. Шикарный просто. И звездочка. То есть, ну, по крайней мере, в том магазине, где я была, было всего четыре вида вот таких вот игрушек. И дальше я уже, ну, посчитала, что четыре-то мало и продублировала. Вот еще одна звездочка другого цвета. Снеговичок был только в одном цвете. Это синий. Так. Эта игрушка тоже была только в одном цвете. Золотом. И взяла еще один подарочек. Такой уже в таком нежно-нежно-голубом цвете. Вот такие вот новогодние игрушки. Как бы их поставить, не повредив мой цветочек. И последнее. Кстати, если вам интересно, как они будут смотреться именно на потолке, вы мне, пожалуйста, напишите. Я постараюсь заснять либо сам процесс, либо просто ссылочку, не знаю, может быть, ВКонтакт сделаю, да, где это все засниму, где просто фото будет. Но почему-то мне очень интересно, как это все будет смотреться на потолке висящем. Ну и последнее, опять-таки, для сына. Никогда не ухожу без какой-то печатной продукции для него. Либо раскраска, либо какой-то журнальчик, либо еще что-то. Он это очень любит, поэтому всегда для него что-то приобретаю. В этот раз это такая новиночка, раскраска. Найди отличия, пройди лабиринт, найди ошибки на картинке, веселые занятия. То есть это раскраска и одновременно занятия для малыша. Малыша возраст я здесь нигде не вижу. Но, в принципе, ничего сложного нет. Я думаю, можно будет с ним посидеть. Можно будет ему изначально что-то... Вот здесь внизу, как вы видите, да, смотрите, на чью уточку попалась рыбка. И, соответственно, мы от рыбки уже можем пальчиком, либо ручкой вести и найти, кому же попалась рыбка. То есть здесь написано задание, соответственно, вместе потом его можно делать. Я думаю, изначально можно будет ему это все объяснить, показать, потому что раньше он подобными занятиями еще не занимался. Ну а дальше, я думаю, один раз увидев, он дальше уже будет без проблем все это находить, все это выискивать, ну и, соответственно, разукрашивать. Разукрашивать он очень-очень любит. И здесь все рисуночки очень разнообразные, как вы видите. Нет повторяющихся, нет даже одной какой-то тематики. То есть здесь и какие-то звери, и клоуны. Такая цирковая тема, да, Пашта. Посмотрите, вот здесь уже дом. Кто спрятался дома, вот здесь написано. То есть здесь нужно искать животных, где кто спрятался. Ну, в общем, много-много-много всевозможных заданий и страничек для разукраски. Ну что, вот такой у меня получился. Сейчас у меня исчезли мои контейнеры. Хочется мне их все-таки вот так вот поставлю, чтобы было видно мою гордость и красоту. Это мои контейнеры, которые я приобрела прям балдею от них. В общем, вот такие у меня получились покупочки. Вот так вот покажу, чтобы было видно сразу. Вот такие получились покупочки. Я надеюсь, что вам было интересно со мной, что, возможно, вы увидели для себя какие-то новинки и завтра же пойдете и купите их. Потому что, если честно, то данные контейнеры я покупала буквально последние. То есть, около меня уже стояла девушка и пыталась уже что-то для себя взять. Но я просто последние, грубо говоря, из-под ее носа увела. И их уже не было. Их, видимо, очень быстро раскупают. Поэтому бегите в ближайший магазин обязательно завтра и приобретайте себе такие. Ну что сказать, своими покупками я безумно довольна. Как обычно, счастлива, как слон. Мне стоит немножко потратить денег, и все, больше ничего не надо. И сейчас все буду раздавать своим детишкам, буду все показывать. Поэтому, если вам тоже понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok